здравствуйте к сожалению сегодня у нас никого больше нету кроме меня поэтому я решил так вот наш последний урок записать на видео может быть те кто не смогли сегодня прийти так посмотрят посмотрим насколько это хорошо или плохо сработает сегодня мы заканчиваем пятую главу послания иакова это будут очень интересные стихи такая очень интересная тема большое количество метафор аллегорических выражений и несколько таких моментов которые очень часто не совсем полностью понимается людьми так мы не будем сейчас повторять то что проходили в прошлом занятии потому что раз уж я записываю на видео вы можете просто-напросто посмотреть видео прошлое это будет лучше всего потому что мы проходили все подробно мы начнем сразу же с 12 стиха 5 главы и до конца сегодня мы это закончим главу иакова все послание и так 12 стиха прежде же всего братья мои не клянитесь ни небом ни землей и никакую другую клятву надо будет у вас да да и нет нет дабы вам не подпасть осуждению вот эта вот мысль которую я как выражает она еще более в полном виде у нас записана евангелие от матфея 5 глава это иисус учит стоит ли нам клясться стоит ли нам чего-нибудь обещать или еще что-то так 5 глава 33 стиха еще слышали вы говорит иисус ученикам что сказано древним не приступай клятвы но исполняя перед господом клятвы твои то есть люди открыты перед богом клялись в чем-то что-то обещали конкретно и дальше они должны были это соблюдать если они не соблюдали значит они нарушители клятвы нарушители вот этого закона клятвы перед богом и соответственно они попадали под осуждение а я говорю вам продолжает иисус не клянись вовсе не небом потому что она престол божий не землею потому что она подножья ног его не иерусалимом потому что он город великого царя не головой твоей не клянись потому что не можешь ни одного волосы сделать белым или черным но да будет слово ваше да да нет нет а что сверх этого то от лука то есть та же самая мысль более развернуто иисус говорит почему именно человек но он не может фактически ничего обещать то есть вот та проблема например которую яков поднимал в предыдущей главе о том что люди богатые те которые говорили чтобы мы поедем туда-то и туда-то будем там торговать там составляли планы да вместо того чтобы говорить если будет угодно господу то мы так сделаем это даже самая проблема человек он он не может клясться от него ничего не зависит то есть иисус перечисляет небом не клясться ни землею ни иерусалимом потому что это все не принадлежит людям все принадлежит богу и человек даже головой своей поклясться не может потому что ни одного волоса он ни черным ни белым сделать не может здесь конечно же у женщин наверняка просыпается память про то как они красят себе волосы но на самом деле они не могут изменить цвет волос которые растут и могут изменить только цвет отросших волос но то есть кроме того что не клясться вовсе это не значит мы ничего не должны обещать ничего не должны говорить что мы вообще не знаем что произойдет но это будет слово ваше да да а нет нет то есть если мы что-то сказали мы стараемся это сделать мы стараемся это наше слово держать сказал да стараемся чтобы это было да нет сказал стараемся чтобы это было нет то что сверх этого то есть что вот мы тут поклялись добились там еще что-то от лукавого говорит иисус то есть в этом замешан дьявол то есть дьявол он хочет чтобы мы были осуждаемы да то есть он хочет чтобы грех оживал чтобы грех жила грех он живет тогда когда есть закон когда есть какая-то заповедь мы это тоже проходили тогда когда закона нету тогда и нету соответственно греха грех мертв написано грех оживает тогда когда существует заповедь человек ее нарушает иисус в данном случае вот эту вот заповедь не приступай к клятвы но исполняй пред господом клятвы твои он ее не столько устранил сколько он ее поставил несколько в ином виде то есть что мы должны стараться держать свое слово но мы должны понимать что все то что с нами произойдет оно находится в руках бога соответственно гордиться нам тут не чем что мы что-то добились или что-то как-то сделали по своему слову что вот я сказал я сделал то есть вот такое это уже перебор это уже от лукавого мы должны стараться выполнять свои слова но не клясться не клянись вовсе говорит иисус так и так то же самое да та же мысль была у иоанна надо будет ваше да да а нет нет дабы вам не подпасть осуждению то есть вот это осуждение от закона если мы сказали что это не сделали то мы попадаем в осуждение итак тринадцатый стих поднимается очень интересная тема которая в принципе развивается практически до конца послания давайте мы потихонечку стих за стихом стих за стихом попробуем разобрать о чем здесь речь вообще злостраждет ли кто из вас пусть молится давайте мы запишем злостраждет это обозначает что он претерпевает какое-то зло то есть по отношению к человеку происходит какое-то зло и он его терпит итак если человек зла страждет то есть зло действует на человека наносит ему какой-то урон в этот момент говорит иаков мы должны молиться то есть человек тот момент когда он впадает в какое-то искушение испытание или еще что то такое да о чем мы говорили уже в первой главе он должен молиться то есть он должен обращаться за помощью за помощью к своему небесному отцу например мы помним историю когда молился иисус будучи не искушаемо перед казнью когда он молился небесному отцу чтобы если можно пусть чаше сия минует меня и господь ответил так что чаше сия не должна была миновать потому что воля была отца на то чтобы иисус пошел на крест но тем не менее ангелы укрепляли иисуса духовно да то есть человек обращается к богу и бог посылает ему помощь духовную помощь духу своего посылает мудрость посылает как мы проходили это в первой главе что если кому-то не достает мудрости пусть просит у господа так хорошо это значит в случае если зло нас атакует весел ли кто пусть поет псалмы весел ну здесь больше подходит слово дословный перевод этого греческого благодушисты то есть когда у человека ну хорошее состояние духа да души то есть вот он но он весел конечно в этот момент тоже но благодушисты то есть благодать на душе то есть итак опять мы рисуем человек и ему скажем так ну как сказать добро написать нет напишу хорошо итак что-то хорошее влияет на человека вот у него хорошо сейчас все и в этот момент опять же говорит мы направляем наш голос к богу да и прославляем бога да поем псалмы что такое псалмы это песни богу направленные песни молитвы такие когда мы мы радуемся мы прославляем богу вообще говоря это вот пусть поет псалмы это одно греческое слово там такое я даже не знаю честно говоря как его дословно перевести ну это означает что выражать вот это вот благодушие через песни через прославление бога итак в этих двух ситуациях понятно да что делать мы должны то есть никогда нам плохо мы не должны быть без бога никогда нам хорошо мы не должны быть без бога очень часто люди когда у них все хорошо они про бога забывают потому что уже начинают впадать в гордость и считают что это благодаря их каким-то заслугам каким-то их собственным там достоинством у них сейчас все хорошо однако мы знаем что все в руках господа и если тебе хорошо радуйся благодари бога за это мы должны за все благодарить итак четырнадцатый стих болен ли кто из вас пусть призовет пресвятеров церкви и пусть помолятся над ним помазавший его елеем во имя господне я прочитаю дальше потому что это все связано и молитва вера исцелит болящего и восставит его господь и если он соделал грехи простятся ему признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга чтоб исцелиться много может усиленная молитва праведного итак о чем здесь речь здесь речь идет о болезни мы сразу так не будем сходу пытаться решить о какой именно болезни идет речь но тем не менее человек болен то есть этот человек он сейчас находится в таком состоянии которое Яков описывает словом болен болен ли кто из вас да и в этот момент человеку нужно заметьте здесь не говорит Яков почему-то не о пилюльках не об уколах не о докторах он говорит о пресвитерах церкви кто такие пресвитера церкви пресвитер это духовно зрелый человек по другому еще его переводят в библии старец старейшина это все это слово пресвитерос то есть это духовно зрелый человек то есть человек который в состоянии болезни он обращается за помощью заметьте он не к Богу обращается за помощью а он зовет пресвитера давайте мы напишем что этот пресвитер ну скажем так это у нас духовно зрелый и духовно здоровый человек немножечко забегаем вперед да давайте напишем пресвитер просто и так больной человек обращается к пресвитеру духовно зрелому человеку да и дальше мы значит и пусть помолятся над ним давайте давайте-ка я немножечко над ним что-то мы неправильно немножечко нарисовали потому что вот вот у нас например пресвитер вот у нас больной вот он обратился к пресвитеру а пресвитер смотрите он молится Богу и пусть помолятся над ним да то есть пресвитеры молятся Богу о чем помазавший его елеем во имя Господня что за помазавший что за молитва которую называет Иаков помазавший елеем во имя Господня я немножечко сразу скажу что здесь возможно два варианта ну на самом деле очень много вариантов толкований но два основных первое толкование это буквальное и второе это если мы попробуем разобрать и подумать что здесь у нас за этими образом все таки скрывается буквальное толкование ведет нас к мысли того что если человек болеет например раком мы должны позвать пресвитера из церкви человека с таким саном которого называют пресвитер в некоторых церквях есть конкретно такой сан и он может прийти с подсолнечным маслом с оливковым елей и помазать этого больного и тогда он исцелится от рака то есть вот такое вот буквальное толкование я честно скажу я не знаю возможно действительно как бы господь делает чудеса вот я здесь немножечко улавливаю другой смысл больной смотрите и молитва веры исцелит болящего и восставит его господь если он соделал грехи простятся ему то есть вот этот человек который больной смотрите написано восставит его господь то есть он где-то упал да восставит это вообще говоря словом если дословно его перевести поднимет его господь то есть этот человек он где-то упал да он возможно сделал грехи да возможно сделал грехи сделал грехи мне кажется что речь идет о духовной болезни то есть человек он упал в духе святом то есть он потерял где-то в вере возможно где-то у него уже мысли пошли на то чтобы делать грех возможно он этот грех уже сделал возможно он его сделает скоро вот то есть такой больной человек у которого духовная болезнь он должен обратиться за помощью он не может напрямую обращаться к Богу потому что Бог его не слышит потому что этот человек он уже не праведник он в Господе не стоит поэтому он обращается к человеку духовно более высокому для того чтобы этот более духовный человек обратился уже к Богу и что за елей и что такое вообще означает вот это вот слово помолится помазавший елеем во имя Господа кто такой помазанник елеем помазанник елеем это Иисус Христос елей в Библии очень много где является аллегорией к Духу Святому то есть когда например мы говорим о том что Иисус есть Христос Христос буквально означает помазанник но это не означает что Иисуса Христа взяли и намазали елеем намазали вот этим вот подсолнечным маслом на царство речь не об этом речь о том что когда он вышел после крещения водного на него сошел Дух Святой и вот в этот момент когда Бог ему сказал ты есть Сын Мой Возлюбленный Иисус Христос и стал помазанником Бог его помазал Духом Святым елей очень много где используется как прообраз скажем так Святого Духа вот Святого Духа который дает радость то есть когда пресвитер молится Богу об этом человеке о духовно упавшем человеке Бог этому человеку дает Святого Духа и смотрите что говорится и молитва веры молитва веры вот этот человек верит этот не может верить он больной в данный момент у него вера не сильная пресвитер молитва веры духовно зрелый человек молится Богу да и Господь восставляет восстанавливает вот этого больного молитва веры исцелит болящего, вот этого человека болящего, и восставит его Господь, то есть Бог дает Духа своего Святого, и как восставит, как поднимет опять же, духовно восставит то есть, человек упал в Духе Бог послал Духа Святого и в Господе этот человек стал более духовно сильным, он встал он опять как здесь сказано то есть, его помазали елеем во имя Господа вот этот елей Дух Святой сошел, ради Господа мы помазали человек восстановился на царство которому ему предназначил Бог через Иисуса Христа восставил Господь исцелит, вот это слово 15 стих, молитва веры исцелит болящего, не совсем правильно слово исцелит переведено это у нас дословное соси называется да спасет означает это слово греческое молитва веры спасет болящего то есть, человек он болел молитва веры спасла его помните, когда Иисус говорил что вера твоя спасла тебя это тот момент когда человек обращается вновь к Богу человек обращается вновь к Иисусу Христу восстает в Святом Духе и если сделал грехи если он соделал грехи простятся ему то есть вот это вот возможно у него появился багаж после того, как он духовно упал это всегда нас ведет духовная низость духовное падение она ведет нас все больше и больше к искушениям плоти к искушениям злым духом и так далее то есть, мы начинаем быть способны на грех если эти грехи были Святой Дух сходит на человека вновь грехи прощены и человек восстанавливается во Христе он приобретает снова христианскую жизнь и праведность от Иисуса Христа и так и дальше продолжает Яков признавайтесь друг перед другом в проступке дальше он продолжает об этом же самом событии то есть, вот этот вот больной человек он друг перед другом перед болью духовно здоровым он признался в проступке признал, что он больной да и молитесь друг за друга вот этот вот пресвитер в обратную сторону он увидел что вот этот человек больной у него проступок и он молился за него Богу праведный человек молился за того который сделал проступок молитесь друг за друга да, написано то есть и признавайтесь друг другу и молитесь друг за друга написано, да чтоб исцелиться то есть, чтобы Вот этот процесс лечения, духовного лечения, произошел для того, чтобы человек встал опять в сильную духовную позицию. Мы должны молиться, Бог может это сделать. Заметьте, не пресвитер лечит больного. Пресвитер обращается за помощью к Богу, который уже восстанавливает этого больного человека. И так написано, много может усиленная молитва праведного. Немножечко неправильный перевод, опять же, давайте дословно это переводится так. Многое может прошение праведного действующее. То есть, когда праведный человек обращается к Богу, тогда это может много. В том случае, если неправедный к Богу обратится, такого действия не будет. Поэтому неправедный, он идет к праведному, он раскаивается, он показывает свои проступки, да, написано, признается в этом. И вот эти праведные молятся Богу. Почему Бог не хочет напрямую работать с больным? На это есть притча. Притча 15 глава, 29 стих. Далек Господь от нечестивых, а молитвы праведников слышит. То есть, Бог, Он слышит молитвы праведников. Больной человек, он больной, он грешен. И он не может даже, у него веры нет. Мы помним из первой еще, из первой главы Яков предупреждает. Да, смотрите. Если же у кого из вас не достает мудрости, да, например, мудрость от Духа Святого, Божьей мудрости, принятие решения или что, в том, как жить. Фактически мудрость, Дух Святой дает мудрость. То допросит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. Может ли этот больной так попросить? Он, к сожалению, не может. Смотрите дальше. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Человек больной, он сомневается, он упал в вере. Поэтому он подобен, написанном морской волне, ветром поднимаемой и развеиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Поэтому человек с двоящимися мыслями, он призывает духовно более зрелых людей, которых называют здесь пресвитер, для того, чтобы вот эти люди крепкие в вере могли обратиться к Богу, с молитвой за этого человека, и Бог спас больного. Дальше объясняет Иаков, как это работает, да? То есть Илья, он приводит пример, почему так работает. Он на примере Ильи. Илья был человек, подобный нам. Нам, кому? Песвитеру с праведным, духовно зрелым людям. И молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился. И небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. И опять же, историю, которую вспоминает Илья, о двух молитвах Ильи. Первая молитва. Чтобы не было дождя. И Бог исполнил. Вторая молитва в обратную сторону. Чтобы был дождь. И в обратную сторону тоже Бог исполнил. И смотрите, написано интересно. В первом случае, не было дождя, земля не могла давать свой плод. Второй случай, дождь пошел, и земля произрастила свой плод. Для того, чтобы понять нам вот эту вот, почему здесь Иаков использует вот эту вот историю, как прообраз, для того, чтобы нам больше развернуть вот эту вот картину, нам нужно понять, что вообще обозначает в Библии небо, дождь и земля. И кто такой был Илья. То есть, вот эти вот четыре основные, как бы, аллегории, их нам нужно, опять же, разобрать. Илья был человек, подобный нам. Вкратце вообще вся эта история, она записана в Третьей книге Царств у нас, 17-18 главы. Илья был человеком праведным, пророком. Настолько был праведным, что очень много где в Библии он упоминается, как один из тех, кто... Бог его даже взял к себе, он смерти не видел, да, то есть, прототип и воскресение Иисуса Христа был. Итак, Илья помолился. То есть, праведник молится, и Бог слышит молитвы праведного. О чем помолился Илья? Илья помолился, чтобы небо не давало дождь на землю. Тогда земля не могла произвращать свой плод. Небо в Библии очень много где обозначает духовный мир. Духовный мир, в котором живет Бог. Когда мы говорим, что Бог живет на небе, это не говорится о том небе, куда летают космонавты. Они там Бога увидеть не могут. Это другое небо. Небо духовное. То есть, небо, о котором, например, говорил Иисус, да, вот в этом мы читали, пятая глава. Я вам говорю, не клянись, не небом, потому что оно престол Божий. То есть, на этом небе, на духовном, находится Божий престол. Там Бог-Царь. Дух, Бог есть Дух. И вот Он там глава. Вот там Его престол находится. То есть, в этом духовном небе, это духовный мир. Вот это вот небо, оно периодически посылает дождь на землю, после чего земля может проращать плод. Что такое земля? Земля – это, вообще говоря, мир материальный, мир людей. Если мы откроем первые самые главы бытия, то мы узнаем, что, например, Адам, если мы дословно переведем это с еврита, это означает «земной». Земля означает. Наше тело, плоть – это земля. Мы сделаны из земли, Павел называет в послании к римлянам, два человека. Один человек перстный, то есть земной, земные помышления у него, помышления о плоти. Второй человек – Господь с неба. Вообще, человек духовный, то есть второй человек, второй Адам. Христос есть духовный человек, да? Адам – человек перстный. Точно так же и в нас, у нас есть земля. Это наша плоть, это вот то, что мы кушаем, вот оно вырастает вот из земли и потихонечку формирует нашу плоть. И есть то, что нам дает Бог. Бог дает нам Духа своего святого. Мы становимся духовными людьми. Это наше второе рождение, рождение от Духа. То есть у нас теперь есть не только плоть, но у нас еще есть Дух. Есть какие-то определенные системы ценностей, определенные идеологии, определенные, вот мы называем Дух Святой еще Дух Истины, то есть определенное познание Истины. А как Истина доходит до человека? Как вот этот вот Святой Дух или Дух Истины начинает жить в человеке? Он посредством Слова. Вот это вот Слово, которое, в принципе, и есть равно Иисус Христос. Мы это уже тоже проходили, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богу, да? А потом Слово стало плотью, обитало среди нас, полной благодати и истины. То есть это Иисус Христос, это Слово от Бога, которое пришло воплоти. То есть истина в первой инстанции. Посредством этого Слова человек получает духовное питье, называется еще, да? Много где проходит вот эта вот аллегория, то есть очень часто сравниваются, как Бог орошает землю, то есть Господь посылает на землю, на нас, на людей, на плотских, Он посылает словно дождь, да? И мы даем при этом плоды, плоды даем, определенные духовные плоды. Итак, если мы попробуем подумать, то есть о чем вот эта вот история про Илью? История про Илью фактически такая, что он попросил первый раз, он попросил Бога прекратить поток дождя, и дождь прекратился. Второй раз он попросил Бога, опять же, правильник, я его поэтому пишу, обвожу здесь, как пресвитер, Попросил Бога, и снова пошел дождь, и земля произрастила плод свой. Бог слышит праведника, это основная ключевая мысль. Когда праведник обращается к Богу, Бог даст Духа Святого, он произрастит вот этот вот дождь, и этот больной человек излечится, он сможет произвести плод свой. Он сможет перестать грешить, грехи ему простятся, он сможет восстановиться в Господе, восстановиться в вере. Он сам перейдет из разряда больных в разряд праведников, он сможет опять молиться Богу, обращаться к нему напрямую непосредственно. И более того, смотрите, дальше пишет Иаков, 19 стих. Братья, если кто из вас уклонится от истины, то есть вот, больной человек стал, он был в истине и вдруг упал, уклонился от истины. То есть мышление уже пошло где-то вот куда-то не туда, и вот-вот может происходить грех. Грех может не происходить еще, но он в дальнейшем обязательно произойдет, если человек уклонился от истины. Итак, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, то есть более взрослый духовный человек, брат, да, берет этого упавшего в истине и обращает его обратно. То есть вот производит вот этот вот процесс молитвы, обращение к Богу, переживание за этого человека, и этот человек восстанавливается, пусть тот знает, что обративший грешника вот этого вот от ложного пути, то есть он уже готов был пойти вот по этому пути ложному греха, да, он бы рано или поздно пошел, потому что если он отошел от истины, хочешь не хочешь, ты уходишь в грех. Значит, обративший грешника от ложного пути его, спасет душу, чью душу спасет? Вот этого вот больного человека, у этого душа-то спасенная, а этот еще не спасен. Смотрите, вот это слово, почему я говорил, что его очень важно понимать. Молитва веры не исцелит болящего, написано, а спасет болящего, то есть молитва веры, она спасает, Бог спасает. Кто наш спаситель? Наш спаситель Иисус Христос, если Бог направил от греха, спасает именно Слово Божье и Дух Святой. Ну, это одно и то же, потому что через Слово мы получаем Дух Истины, мы понимаем, что такое Истина через Слово. Если в Слове Божьем, то есть в Истине, есть Дух Истины, значит это Иисус Христос. Так, вот это вот Божье Слово, оно спасает больного от греха, спасет душу от смерти и покроет, написано, множество грехов. То есть, что значит покроет, как вот здесь вот мы говорили? Если сделал грехи, они простятся ему, плюс еще покроются грехи, которые бы он сделал, сделал, сделал там в будущем. И к чему бы этот человек, он мало то, что сам бы наделал грехов, он еще бы других научил, другие бы, смотря на него, повторяли бы за ним, его дети бы воспитывались по-другому, внуки, правнуки и так далее и тому подобное. Последствия идут в вечность. Если мы, называя себя духовными, участвуем вот в этом процессе, то мы спасаем души. Написано, что вот тот спасет души. То есть, понятно, что Иисус Христос души спасает, но мы-то участвуем в этом процессе. То есть, мы как бы являемся необходимой клеточкой всего этого процесса и клеточкой вот этого организма, который называется Иисус Христос. Душа человека спасается и плюс еще очень большое количество грехов, оно не будет сделано. И плюс большое количество грехов будет прощено, и они будут забыто, Бог забудет про эти грехи. Вот такое вот христианство. Скажу честно, я не увидел в этих стихах сам какого-то внятного буквального толкования. То есть, о том, что мы вот подсолнечное масло елеем намазать, болезни обычные, там ногу, например, человек сломал, там еще что-нибудь такое. Нет, мне кажется, здесь речь идет вот именно вот об этом, об исцелении от Духа Святого. Когда праведник обращается к Богу, и Бог дает то, что просил праведник на хорошее дело, особенно просил больного исцелить. Конечно же, Бог хочет. Давайте вот мы еще возьмем параллельную ссылку. У нас есть параллельная ссылка. Как помолиться, да? Как помолиться над ним, над этим больным? Возьмем Евангелие от Луки, 11 глава. Что дает Бог, когда мы молимся? Бог всегда дает одно и то же, на самом деле. Он дает себя. Но тем не менее, Лука, 11 глава, с 9 стиха я буду читать. Иисус говорит, я скажу вам, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. В данном контексте это речь идет об обращении к Богу, о прошении у Бога, о том, когда мы стучимся к Нему. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас, отец, когда сын попросит у него хлеба, говорит Иисус об обычных отцах, то есть плотских. То есть сын подошел к отцу, попросил хлеба, а тот подаст ему камень. Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Или когда попросит яйцо, подаст ему скорпиона. То есть вот мы просим хлеб, яйцо, рыбу, то есть то, что нам нужно для жизни. А отец вместо этого возьмет и даст что-то такое, что для смерти нам. Камень, несъедобная пища, скорпионы ужалищие, змея ядовитые. То есть что-то плохое, как будто кто-то подаст. Никто не подаст своим дядям такого. Иисус говорит в 13 стихе. Итак, если вы, будучи злые, он говорит плотским людям, вы злые, умеете даяние благие, то есть только хорошее давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст кого? Духа Святого, просящим у него. То есть когда человек просит у Отца Небесного, молится, обращается, Бог дает Духа Своего Святого. Мы помним, опять же, вот как ангелы, например, укрепляли Иисуса Христа Духом Святым. Это все то же самое действие. Укрепляли духовно. Как больной исцеляется Духом Святым. Человек просит Бога за этого больного. Святой Дух сходит на больного и может его исцелить. Почему только Дух Святой, слова Иисуса Христа могут исцелить больного? Потому что у нас Иисуса, назвали даже так, хорошо, я не буду сейчас долго искать, подошел, когда ангел к Иосифу и говорит, ты назовешь его Иисус, потому что он спасет людей своих, грехов их. То есть Иисус, слово, оно спасает. Это наш Спаситель. Только оно может спасти. Какая же ответственность больного во всей этой истории? То есть в тот момент, когда мы чувствуем, что у нас что-то не то. То есть мы заболели. Смотрите. Очень интересно, что инициатива, она идет от больного, в общем-то. 14 стих. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров церкви. То есть инициатива, она исходит из больного. С него начинается первый шаг. Первый шаг из двух основных действий. Первое. Признание того, что он болен. То есть человек узнал, что он болен. Если человек признает это, если он знает, что он духовно не окреп, тогда он может двигаться дальше. Если человек считает, что у него все хорошо, он не понимает, что он болен. Он не может призвать, сделать второй шаг, призвать более духовно зрелых людей. Когда человек чувствует, что он болен, что у него что-то не то, ему нужна духовная поддержка, такой человек, он может проявить инициативу и сделать шаг, обратиться к духовно зрелым братьям. Те придут и будут молиться над этим человеком. Как именно молиться? Вот этот вопрос, он очень интересный. Что значит помолиться над ним во имя Господа? И, как там сказано дословно, пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господа. То есть во имя Господа ради Иисуса Христа. Его имя мажется, вот этот человек восстанавливается в имени Иисуса Христа. Я думаю, что здесь замешаны должны быть два события. Ну, первое событие сакральное, непосредственно молитва, когда человек присвитер обращается к Богу. Второе, возможно, возможно, то есть я здесь точно не могу сказать, потому что точно не написано, но возможно восстановить в имени Иисуса Христа, восстановить человека в Божьем слой, возможно с ним провести какую-то, я не знаю, или беседу, или занятие, как-то поговорить с ним о Божьем слове, чтобы Божье слово, оно проникло как-то в больного. То есть нужен вот этот вот процесс, потому что Бог, Он действует с нами через слово. Небо, оно работает с землей через дождь, через воду, через вот это вот. Благодаря этому земля может производить плоды. То есть мне кажется, ну это опять же, точно здесь именно весь этот процесс не расписан, это мы будем проходить в других книгах, но посредством, един посредник у нас между Богом и человеком – это слово. Без Божьего слова навряд ли можно написать, что вера – она от слышания, а слышание – от слова Божьего. Как человек останавливается в вере, если он слышит? А как он будет слышать, если не будет говорить ему Божье слово? Навряд ли как-то. Так что, возможно, вот этот вот Дух Святой, он проникает в человека непосредственно от Бога, но и при этом, при свитере, он еще и в Божьем слове как-то этого человека наставляет, который в Дею упал. Хотя не знаю, здесь точно про это не написано. Хорошо. Я думаю, что все, что мы могли для такого короткого урока из этих стихов получить, мы получили. Если у вас есть какие-то идеи, соображения, пишите их, пожалуйста. На этом мы заканчиваем книгу «Послание Иакова». Очень интересное было послание, если кто-то не видел я рекомендую посмотреть наши записи, а лучше всего взять самому Библию и хорошенько-хорошенько поизучать, потому что непосредственный контакт человека с Божьим словом очень-очень хорошо отказывается на духовном здоровье и вообще в целом. Плюс мы всего лишь люди, мы всего лишь можем ошибаться, мы знаем, что вот немногие из нас должны делаться учителями, потому что на нас большая ответственность, на людей, которые пытаются кого-то чему-то учить, поэтому у нас один учитель, Иисус Христос, мы лишь учительствуем, занимаемся тем, что пытаемся Божье Слово это передать, попробовать его как-то объяснить или еще что-то, но наши возможности человеческие, они не идеальны. Поэтому молиться надо, чтобы Дух Святой, Дух Истины проникал в нас и наставлял в нас и помогал нам все эти истины понимать и самое главное жить по этим истинам. Вот об этом я хочу помолиться, если можете, скажите Аминь, потому что жить по Божьему Слову это главное условие, которое нам нужно для того, чтобы Царство Небесное, Царство Божье наступило здесь, потому что невидимым образом придет это внутрь нас. Если мы начнем жить все по Божьему Слову и в нас у каждого будет Царь, Бог и Его Слово будет всем руководить, вот тогда вот и начнется рай. Ну, хорошо. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо.